Наводнение, землетрясение и цунами – это далеко не полный список природных катаклизмов, которые оказывают крайне негативное влияние на стабильное развитие мировой экономики. С каждым годом экономический ущерб от жестких капризов природы растет и достигает сотен миллиардов долларов. Эта тема, как ни парадоксально, но актуальна для нас сегодня. Потери от наводнения на Дальнем Востоке по разным оценкам уже достигают 10 миллиардов рублей и могут даже превести 30 миллиардов. По крайней мере, эту цифру я увидел сегодня в интернете. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. Насколько опасна ситуация? Возможно ли спрогнозировать и снизить финансовые потери или риски? С нами сегодня в студии член Центрального штаба ОНФ, член правления Всероссийской общественной организации «Союз женщин России» Ольга Севастьянова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Добрый день. И директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Здравствуйте. Вы также, уважаемые слушатели, можете поучаствовать в нашей беседе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Ну, конечно же, мы хотели бы понять, как погода влияет на вашу жизнь, но если у вас есть интересные истории или вопросы нашим гостям, пожалуйста, звоните, обязательно получите ответ. Ольга Викторовна, мы бы хотели сначала понять масштабы того, что сейчас происходит на Дальнем Востоке, как бы вы их описали, оценили? Это реально катастрофа или нет? О катастрофе можно говорить? Ну, вы знаете, смотря с какой точки зрения оценивать, да, вот одну цифру вы назвали, масштабы, которые финансовые, да, то есть она достаточно большая. Если, вы знаете, мы все, наверное, должны оценивать с позиции конкретного человека, да, даже если там два человека пострадало, осталось без жилья, без крова, да, поверьте, для этой семьи, для этого человека это уже катастрофа. Поэтому мне бы хотелось вот сегодня, понимая, что, чтобы мы с вами вот оценивая, что там происходит, как это отражается на конкретных людях, видели конкретного человека, и нам очень важно помочь этому конкретному человеку. Масштабы, они, конечно, очень большие, потому что на сегодняшний день пострадавшим является уже порядка 100 тысяч человек, только по трем субъектам, это Хабаровский, Крае-Амурская область и Еврейская автономная, значит, у нас получается пострадало порядка 185 населенных пунктов, значит, под потоплением оказалось 9,5 тысяч домов, порядка 13, даже не 13, около 14 тысяч приусадебных участков, около 4 тысяч, это 3 и 3 700 это дачных участков, 374 социальных объектов, 560 тысяч сельскохозяйственных угодий, допустим, в том же Приморском крае порядка 80% потери урожая, то есть это, конечно, цифры достаточно серьезные, поэтому сегодня очень важна задача не только помочь, то есть помочь этим людям в сегодняшней ситуации, помочь выстраивать эту жизнь завтра и, соответственно, я думаю, что всем нужно выводы сделать, просмотреть и проанализировать и оценить с тем, что когда такие ситуации возникают, они неизбежны и будут в дальнейшем возникать, посмотреть, как сделать так, вот систему оказания помощи, реагирования с тем, чтобы минимизировать эти последствия, этот ущерб для конкретных людей. Ну, про систему мы еще поговорим. Игорь Алексеевич, 10-30 миллиардов, много-мало сегодня в нынешней ситуации для экономики? Скорее много. Скорее много. И знаете, почему можно делать такой вывод? Вот еще одна цифра. У нас резервный фонд правительства Российской Федерации, он как раз предназначен для того, чтобы оказывать материальную помощь вот в таких ситуациях, ликвидировать последствия стихийных вот таких вот бедствий. Так вот, по бюджету 2013 года размер этого фонда составляет 4 миллиарда рублей. Это на весь год. А как известно... На всю страну. На всю страну, на весь год. А как известно, у нас уже были катастрофы. У нас были катастрофы и в Кемеровской области, там землетрясения, у нас были смерчи, у нас были катастрофы в Иркуте на шахте, по-моему, в феврале месяце. То есть деньги-то уже тратились, естественно. Наверняка они уже закончились. Ну, да. Да, вот с тем, что сейчас уже произошло, соответствующее распоряжение правительство уже выпустило по оказанию материальной помощи, по перечислению средств, да. Он уже закончился, более того, уже в минус, что называется, ушли. Ну, в том смысле, что пришлось еще брать деньги. То есть вот вам 4 миллиарда на весь год и на все стихийные бедствия. И эта же цифра не просто так получается. Она как бы получается таким эмпирическим путем. Вот как в среднем за год у нас бывает, сколько требуется средств. И в последние годы так и было, я имею в виду, что 3-4 миллиарда рублей у нас в этом резервном фонде находилось. А здесь 10.30. Да, здесь 10.30. То есть на порядок фактически выше. И еще неизвестно, какая будет окончательная цифра. Мы знаем по опыту, что обычно окончательные цифры увеличиваются значительно. Да, на порядок могут. Но в разы-то точно увеличиваются. Поэтому масштабы, конечно, очень значительные бедствия. И по материальным потерям также. А вот помощь, о которой вы говорили, Ольга Викторовна, я хотел бы понять. Я слышал, 10.000 это единовременная помощь, 50.000 это при каких-то условиях и 100.000. Это если там, по-моему, человек потерял чуть ли не весь дом. В зависимости от ущерба. Это же очень мало. Это на человека? Я так и не понял, судя по информации, которую я читал. Это для человека или на семью? Я, наверное, прежде всего хотела бы сказать о том, и вы, наверное, не случайно пригласили наш представитель организации, что это как раз та ситуация, в которой государство, какие бы оно усилия ни предпринимало, в одиночку не в состоянии с этим справиться. То есть мы как раз речь ведем о том, что очень важно, да, что участие всех, и самих граждан, и общественных организаций, и предприятий, да, включиться. Это, да, мы не там живем, да, мы не там находимся, но это в нашем семейном общероссийском доме, это наша общая беда, и нам всем нужно подключиться к тому, чтобы помочь людям пострадавшим. Те цифры, о которых вы говорите, да, я тоже считаю, что они не могут решить тех проблем, которые на сегодняшний день есть, и... Особенно для тех, для семей, больших семей, которые потеряли дом, например. Вы знаете, эти цифры даже для одного человека, согласитесь, да, даже для конкретного человека, они проблемы не решают. Нет, конечно, может быть, я с точки зрения Москвы на эти цифры смотрю, но я думаю, что и в регионе такая же ситуация. В общем-то, на 100 тысяч ты дом не построишь, мне кажется, в регионе. Может быть, ты купишь какой-то домик, но построить... Так, что-то где-то подремонтировать. Да, да, да. Вы знаете, тут надо в совокупности будет смотреть всю помощь, потому что помощь нуждается, люди нуждаются в продуктах питания, люди нуждаются в медикаментах, люди вообще в воде. Это плюс к тому, о чем я говорю просто. Да, нуждаются вообще просто в воде, да, понятно, они нуждаются в решении жилищных вопросов, поэтому, естественно, значит, то, что будет вот оказано непосредственно и там и продуктами, питание и одежда, это какая-то часть, мы прекрасно понимаем, она не компенсирует все. Естественно, я думаю, что сегодня надо ставить вопрос о том, чтобы размеры эти помощи, конечно же, были пересмотрены. А вы ставите этот вопрос? Ставите этот вопрос сейчас, перед кем? Ну, мы перед кем? Мы можем ставить вопрос только перед правительством, от кого сегодня зависит решение этой проблемы. Игорь Алексеевич, я так понимаю, что система, которая на сегодняшний день существует, она не работает в том плане, то есть она даже не готова к такого масштаба катастрофы. Система, вы имеете в виду, сколько денег? Предупреждение, конечно. Предупреждение? Да. Но предупредить такого рода вещи сложновато, тут, в общем, природа, что называется, разбушевалась. Видите, насколько я помню, еще... Минимизировать издержки. Когда господин Шойгу еще возглавлял МЧС, он предупреждал, что количество катастроф будет увеличиваться. Я помню, какой скандал был тогда еще в прессе. Как? Зачем? Стукать денег? Оказывается, все так. Оказывается, денег даже мало будет. Да, и очень мало. И, судя по прогнозам, которые мы слышим сейчас от метеорологов, ситуация будет ухудшаться. То есть система не выстроена, мы не готовы к этому. Нет, можно включиться, да? Я, наверное, с вами не соглашусь. Почему? Почему? Потому что мы сегодня говорим о том, какие деньги заложены в бюджете. Игорь Алексеевич правильно сказал, что в зависимости от того, как складывается год, по итогам года, понятно, что берутся какие-то средние арифметические цифры и планируется соответствующая строка в бюджете. Но от того, что есть вот эта строка и эта цифра, да, это не означает, что именно эти деньги пойдут на решение этой проблемы. Ситуация возникла. Эта ситуация требует с тем, чтобы государство финансово очень активно включилось. И, естественно, сегодня правительство смотрит и изыскивает дополнительные средства. Но при этом наводнение там не первый год уже. Это не является ограничением. И второе, о чем я не могу сказать... Да, второе. Вы расскажите нам буквально через несколько минут. С каждым годом экономический ущерб от жестоких капризов природы растет и достигает сотен миллиардов долларов во всем мире. Мы сегодня говорим о том, возможно ли спрогнозировать и снизить финансовые потери. С нами сегодня в студии член Центрального штаба ОНФ, член правления Всероссийской общественной организации «Союз женщин России» Ольга Севастьянова и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Мы не закончили мысль, да, Ольга Викторовна? Да, то есть мы говорим о том, можно ли сегодня к этим ситуациям подготовиться, да, то есть к ним, к этим ситуациям нужно быть готовым, да. То есть есть запланированные финансовые расчеты, и мы говорим о том, что какими бы они ни были запланированы, они должны корректироваться, исходя из реальной ситуации. Но денег все равно не хватает. Просто масштабы очень большие. Да, понятно. И есть другая сторона, учимся ли мы на этих ситуациях, да, и вот мы, так как вот у нас буквально вчера вернулся руководитель исполкома Андрей Иванович Бочаров, он там был, встречался с людьми, и вот не поступало конкретных жалоб по тому, как была организована система этой помощи. То есть Крымск все-таки очень многому научил, да, очень многому научил. Есть стандартные типичные ситуации, их можно просчитать, к ним нужно быть готовым, и благодаря вот этой готовности уменьшить масштабы этого ущерба. Но каждая ситуация, она и свои проблемы рождает. Вот, например, здесь, как мы сейчас занимаемся еще двумя вопросами, очень далеко находятся эти территории, да, что переправить туда груз, это очень большие транспортные расходы, нужно решать. Вот выяснилось сейчас там о том, что не очень-то стремятся страховые компании компенсировать ущерб у тех, кого были страховки, да, это тоже нужно, причем решать не просто на федеральном уровне, а вносить изменения в соответствующие законы. То есть каждая ситуация, она еще рождает какие-то свои проблемы, которых не было раньше. Я так понимаю, то, что сейчас происходит на Дальнем Востоке по масштабу своему и по потерям, и финансовым потерям, не что по сравнению с тем, что было в Крымске? Ну, конечно, конечно, это не сопоставить, не сравнить, просто невозможно, конечно. Ну, просто вы упомянули Крымске, я начинаю вспоминать, о чем мы тогда говорили, непосредственно в экономических обзорах и так далее. То есть те цифры, которые приводились, это, ну, ничто просто. Ну, я думаю, что здесь мы, наверное, можем сказать еще... Мы получаем фактически катастрофу, извините, то, что вас перебил, катастрофа, которая, ну, по масштабам, может быть, вековая. Такого не было никогда. Я не помню такого. То, что я читаю сейчас в интернете, говорят о том, что никто не помнит. Если говорить, извините, если говорить о материальных... Да, именно материальных. Да, то такого стихийного бедствия по всей видимости действительно не было. Во всяком случае, мне тоже трудно припомнить. Я должен сказать, что вот эти цифры, как бы 10 или 30 миллиардов рублей, мы сопоставляли ведь с расходами федерального бюджета, с бюджетными расходами. Но если считать, а по-хорошему надо считать более широко, то эти цифры еще увеличатся. Потому что каковы убытки того бизнеса, который, естественно, пострадает? Я уже не говорю про социальную сферу. Всех сфер. Да, да, да. Потому что, ну, если начиная от сельхозпроизводителей и заканчивая и крупными производителями, это все, это экономика. То есть тот счет у нас идет уже на многие десятки миллиардов рублей. Игорь Алексеевич, мы прервемся. К нам присоединяется директор гидромедцентра России Роман Менделевич Вильфанд. Здравствуйте, Роман Менделевич. День добрый. Я бы хотел спросить, вот то, что сейчас происходит в этой природе в нашей, это вообще подается прогнозу? Ну, поскольку за есть период инструментальных дубльгений ничего подобного не бывало. Ну, более того, если в 1897 году вот у Хабаровска пик половодья, паводка, значит, был ниже, чем сегодняшний, вот почти на полметра, а мы прогнозируем, что этот уровень еще повысится на 50-80 сантиметров, то понятно, что это экстремальная ситуация. Не аномальная, а просто экстремальная ситуация. И задолго предвидеть ее просто невозможно. Хотя предпосылки, конечно, были. Но вот вы говорите о том, что мы прогнозируем, что этот пик будет еще выше. Значит, есть какие-то методики? Вы можете каким-то образом это прогнозировать? Если вы говорите о краткой и среднесрочной прогнозах, то, конечно же, да. Существует технологическая линия гидрологических прогнозов, которая базируется на анализе, ну, режима наблюдательной сети, на анализе данных наблюдательной сети гидрологической, вот стандартной микрологической сети, аэрологических данных, радарных данных, спутников данных и так далее. Она, эта линия, включает схемы прогнозов, значит, метеорологических прогнозов на 5-6 суток, ну, на первые трое суток прогнозы. Ну, то есть методы и технологии существуют? Ну, конечно. Гидрологические прогнозы, так называемые трансформационные модели, когда уже вот, значит, в верховьях реки, значит, гребень-паводка существует, когда за счет знания гидрографии, топографии русла реки, она распластывается, сужается, можно посчитать период добегания до прогнозированного пункта. Конечно, это такие достаточно сложные модели, и метеорологические, и гидрологические, и они впоследствии, впоследствии интерпретируются специалистам. Но люди получили информацию на Дальнем Востоке вовремя, насколько я понимаю. Ну, конечно, конечно. Все шторм-предупреждения мы начали выпускать метеорологически со 2 июля, ну, а гидрологически, вот первый прогноз о существенном повышении уровня воды на притоке Зеи, в Кане, да, был выпущен. Но, понимаете, одно дело предсказать, другое дело предотвратить. Это совершенно разные позиции. Вот то, что сейчас происходит, это просто бедствие, это предотвратить невозможно. Ну, а еще у меня к вам один вопрос. Ну, а вот в будущем будет усиливаться вся эта ситуация? То есть будут еще более страшные катастрофы природные или нет? Вы можете это спрогнозировать? Ну, нет, конечно. Это такой четкий вопрос, значит, да, четкий ответ просто невозможно. Ну, не четкий ответ. Ну, по крайней мере, тенденцию этого наверняка... Мы не шаманы. Ну, вы же следите за тенденцией. Да, вот в течение последних десятилетий все климатологи отмечают увеличение количества опасных явлений. Ну, как в атмосфере, шкла, ураганы, очень сильные осадки, ледяной дождь, да, который вот 3,5 года тому назад отмечался, так и гидрологических событий. Ну, многие ученые связывают с потеплением климата. Часть ученых сомневается в этом. Ну, тут есть, тут двоякая точка зрения. С одной стороны, действительно, вот количество опасных явлений увеличивается, но это может быть связано как с улучшением информационного обеспечения. То есть, а спутниковая информация дает нам очень, да, большую информацию, и многие опасные явления, вот, которые наблюдались, скажем, 30 лет тому назад, они и канули в безвестность. Мы просто ничего не знали о них. Роман Медельевич, у меня к вам последний вопрос, не буду вас долго задерживать. А денег вам хватает на все эти исследования? Ну, денег мало не бывает, я понимаю, конечно. Ну, конечно, и последний, да. Понимаете, я просто сравниваю еще точность прогноза, допустим, американцев и, извините, вот, вашего ведомства, да? Да, да. Ну, финансирование разное, денег, конечно, не хватает, но сейчас наблюдается такое заметное улучшение, да, вот, мы сейчас, значит, там устанавливаем новые радарные данные, доплеровские локаторы и так далее. Но, вот, когда вы говорите, что качество существенно разнится, понимаете, вот, вот в этих случаях все-таки нужно было как-то говорить с эфирью, да, вот, вот, мы ежедневно, значит, оцениваем качество прогнозов своих, американских, английских и так далее, да. То же самое делают американцы, в рамках Всемирной Метеорологической Организации идет постоянный измен, каково же качество прогнозов. Так вот, качество прогнозов по территории нашей страны выше, чем качество любых других зарубежных центров. И это связано не только с тем, что мы вот такие хорошие прогнозисты, дело в том, что мы получаем прогнозы из Германии, из Франции, из Великобритании, из Соединенных Штатов, выпускаем свои модели, ну, как глобальные, так и региональные, или местомасштабные, и используем всю эту информацию. Поэтому качество прогнозов, выпущенных Росгидрометом по территории нашей страны, просто априорно, так и должно быть. Оно выше, чем качество любых других, значит, да, значит, национальных метеорологических служб. Это относится ко всем службам. Аналогичная ситуация в Китае, в Великобритании. Но мы обмениваемся и прогностической, и диагностической информацией. И кроме того, я хотел бы сказать вам, что Германии является одним из трех Всемирных Метеорологических Центров. Их всего три, да, еще в Вашингтоне и в Мерске не существует. Спасибо. Поэтому мы получаем информацию абсолютно со всего Земли, как диагностическую, так и прогностическую, так и специализированные. Поэтому, как вы говорите, что хуже... Ну, и, по крайней мере, разнились цифры. То есть прогноз, например, там, я уже не помню, в июле меня, например, удивил. Он был совершенно разный, что у американцев, что у вас. Ну, я не хочу защищать честь мундира, всегда лучше вот, значит... Нет, но вы правильно делаете, вы защищаете, это радостно, конечно. Понимаете, вот я поскочу, ну, тут же дело не о хвостстве, значит. Но, все-таки, Всемирная Метеорологическая Организация включила гидрометризатор в пул из 12, значит, центров, продуцирующих долгосрочный прогноз погоды. Это делалось, в результате сравнения, верификации, которые в Мельбурне, вот, в Австралии проводил. Ну, да. Туда вошли. Значит, по европейской территории мы стали, вот, значит, вместе с Метеофранс основным прогностическим центром, ну, так называемым климатическим центром. Мы вошли сейчас в корпорацию, называется Космос, хотя Космос, он не имеет аббревиатура, значит, английская, и выпускаем мезомасштабные прогнозы с шагом 2,8 километра, вот, по европейской территории России. И это, вообще говоря, так уж такой, да, существенный шаг вперед. И, конечно же, вот, это все говорит о том, что, ну, как-то так мы не в застое находимся. Хотя, хотя вы, безусловно, правы, для того, чтобы продвигаться, нужно, ох, как много денег. И самое-то главное, что в нашей области нужны, даже вот, если вливание будет, ну, какое-нибудь фантастическое, там, не знаю, там... Нужны еще хорошие специалисты. Вот, совершенно верно. Вот, для того, чтобы освоить эти суперкомпьютеры, для того, чтобы... Вот, я как раз хотел спросить, работает ли этот суперкомпьютер, который у вас стоит? Ну, конечно, конечно. Освоили вы его? Без него, нет, вот, после того, в 2009 году этот суперкомпьютер, да, инсталирован, мы вышли просто принципиально на другой уровень. Кстати говоря, вот, не восприняйте, пожалуйста, я не хотел, чтобы вы восприняли, вот, значит, да, вот, тут мои такие, может быть, хвастливые, да, извините. Нет, все, все нормально, все замечательно. У нас очень, очень много ошибок, говорят, очень много ошибок. Дело в том, что метеорология по определению, это наука прогностическая с фактом, что будут ошибки. Это, понимаете, это не детерминированные расчеты, где вот там, да, это вот речь вот о прогнозе хаотической системы, да, с диссипацией. Спасибо, Роман Менделевич, я напомню, что мы беседовали с директором гидромедицентра, увидимся буквально через несколько минут. Это Продокс, программа Продокс, студия Александр Векер. Мы сегодня пытаемся понять, вот с каждым годом экономический ущерб от капризов природы растет и достигает сотен миллиардов долларов, но это во всем мире. Мы же получили в этом году наводнение на Дальнем Востоке, катастрофическое, на мой взгляд, по крайней мере, где, ну, потери должны превысить 30 миллиардов. По крайней мере, цифры уже говорят об этом. И говорят, причем, не последние люди, представители власти. Мы сегодня беседуем с членом Центрального штаба ОНФ, членом правления Всероссийской общественной организации «Союз женщин России» Ольгой Севастьяновой и директором Института стратегического анализа ФБК Игорем Николаевым. У нас был буквально вот в предыдущей части директор гидромедицентра Роман Вильфанд. Я так понимаю, что вы не совсем, да, Ольга Викторовна, согласны с тем, о чем говорил директор гидромедицентра. Ну, вы знаете, вот действительно очень соответствует названию вашей передачи «Парадокс». А мы и так специально делаем. Да, все у нас работает, все у нас есть, тем не менее, вдруг неожиданно пришла зима, и лето неожиданно, и наводнение. Поэтому я просто хотела сказать о том, что существует все-таки достаточно серьезная проблема раннего выявления таких вот возможных сюрпризов природы. Я же неспроста спросил Роман Менделевич о том, были ли предупреждения, была ли информация о том, что возможно. Он сказал, что была. И когда мы знаем о том, что тенденция в эту сторону будет расти, да, то такая система должна работать, как и должна работать система раннего упреждения, да, последствий всей этой катастрофы. И даже мы когда говорим вот в пределах одной недели, естественно, это там очень маленький, небольшой срок, но за этот срок можно было достаточно много сделать. То есть получается, что все-таки вот эти проблемы существуют, и им надо очень серьезно заниматься. Но большой плюс в том, что я, например, не слышал ни одной информации о жертвах. Я слышал только информацию о пострадавших, ведь это тоже большой плюс. А вот мы как раз и говорим, что... Ведь нет жертв. Нет, такой информации во всяком случае не было. Нет, но это же большой плюс. Нет, а мы как раз и говорим о том, что Крымск очень многому научил. Крымск научил, и что действительно система оказания помощи, развертывания, она была очень грамотно выстроена. Что здесь вот это как раз один из достаточно таких серьезных плюсов, да. Мы сейчас говорим не... И это очень важно, как и то, о чем я говорила, что когда Андрей Иванович встречался с людьми, никто не высказал никаких там замечаний, претензий, каких-то жалоб, потому как оказывается... Ну, тут еще наш народ терпеливый достаточно. Ну, вы знаете, как бы народ был нетерпеливый, люди очень разные, да. И, наверное, и среди этих людей есть кто терпеливый, кто нетерпеливый. То есть вот это очень грамотно было все выстроено, но сами по себе масштабы очень большие, да. То есть мы должны и прогнозировать, и должны быть готовы к этим масштабам. И есть еще, с моей точки зрения, одна достаточно такая серьезная проблема, которой нужно заниматься. Путин говорил о том, что нужно создавать индустрию деревянного домостроения, да. Вот сейчас возникла эта ситуация, людям дальше жить. Есть немалое количество семей, которые не смогут в свои дома вернуться, да. Мы где, каким образом будем заселять этих людей? А ведь у нас есть такие технологии... А скоро зима. Да. Есть такие технологии, когда, допустим, привозятся... Каркасные. Не только каркас, а полностью, значит, все необходимое для дома, и в течение трех дней этот дом собирается. Не канадская технология, случайно? Все как бы это можно. Но у нас опять этой индустрии нет, да. То есть вот эта задача есть, она была поставлена. Вот теперь мы со своей стороны, действительно, нужно все вот эти вещи контролировать, как те поручения, которые даются, они выполняются. Вот возникла эта ситуация, можно было достаточно оперативно все это развернуть и решить для людей с тем, что... Но денег все равно не хватит на всех, чтобы построить такой дом. А речь как раз идет о том, что, да, то есть есть вещи, которые нужно делать срочно, есть то, к чему можно готовиться, есть то, что делается поэтапно. Вот мы сейчас и говорим, что вот, допустим, службы, там, министерство чрезвычайных ситуаций и другие службы, узнав об этой, то есть они оперативно разработали, там, выехали, решили эти проблемы. А мы говорим о том, что вот о последствиях всех, вот в данном случае речь идет о жилье. То есть, получается, здесь мы не очень продвинулись решение этого вопроса. То есть есть что-то, что порешали, есть то-то, что пока на сегодняшний день не решено. Где-то читал в интернете, может быть, цинично звучит, конечно, но тем не менее. Весь это, все это наводнение, которое произошло на Дальнем Востоке, даже полезное для того же Хабаровского края. Люди переедут в новое жилье. Ну, это действительно цинично, потому что... Они получат очень хорошее новое жилье, власть проконтролирует, отрапортует, все будет зашибись. Может, они и получат. Но не такой ценой. Да, но когда они получат, это, конечно, цинично. И радоваться трудно за таких людей. Не дай бог каждому такое испытать. А потом масштаб такой, что я уж не знаю. А потом надо учитывать, что в экономике у нас делается. Вот все это через призму этого. Знаете, вот тут не раз помнишь поговорку «пришла беда, отворяй ворота». Вот и здесь все не очень-то хорошо. Экономика скатывается в рецессию. И с доходами. Ну, все так. И тут еще вот это. Ну, совсем не кстати. Поэтому тут вроде бы надо фонды увеличивать. Но вы просто так не увеличите эти фонды, допустим, на следующий год. Да даже в этом. Если было запланировано 4 миллиарда, а мы потратим 20-30, это значит, где-то надо урезать будет. Тут чудес не бывает. Ну, увеличим дефицит, естественно. На следующий год надо будет увеличивать, естественно. Ну, сделают выводы какие-то. Ну, наверняка не за счет социалки. Хотя периодически некоторые наши ведомства покушаются на материнский капитал, о чем мы тоже говорили в нашей программе не раз. А на пенсионную систему, так далее, повышение пенсионного возраста. Да, поэтому ваши наверняка не за счет социалки. Это слишком оптимистично. Да? Конечно. Но, тем не менее, дети в школу пойдут, насколько я понимаю. Да? Да. Медведевым было сказано о том, что у нас 2 сентября, понедельник, что все дети должны приступить к обучению. И на сегодняшний день, я, кстати, хочу сказать, вот тоже такая ситуация. Это, допустим, у нас ведь есть субъекты, которые очень сильно пострадали, да, есть, которые там менее. И там, допустим, в том же Приморском крае, вот они говорят, а чем мы можем помочь тому амурчанам и так далее. То есть, со своей стороны, у самих проблемы, тем не менее, пытаются помочь другим. Поэтому в отношении школьников, значит, здесь ситуация такая, что часть из них вот принимают лагеря, которые находятся у нас в Приморье, да, часть, которые на Черном море, в соседние регионы. Но задача поставлена с тем, чтобы 2 сентября все дети пошли в школу. Их же еще нужно собрать детей. Сейчас это как раз этим и занимают. То есть, 100% дети пойдут в школу, это реальность. Знаете, я так гарантировать не могу, значит, это не в мою компетенцию входит. Я просто говорю о том, что задача на сегодняшний день поставлена с тем, чтобы все дети пошли в школу. И не просто поставлена эта задача, а продуманный механизм, каким образом это сделать, за счет чего, за счет каких ресурсов, за счет каких возможностей. Поэтому очень многое, думаю, будет зависит от того, как сработают власти на местах, как сами муниципалитеты сработают, как и сработает государственная власть на уровне субъектов Российской Федерации. — Игорь Алексеевич, а возможно ли коррупционная составляющая в этой трагедии? — Ну, а почему невозможно? — А какая она? — Это все равно, что спросить. Вот мы знаем общую проблему такую. — Я же мягко. Вы видите, я очень так вот сначала подъехал с вопросом, а потом я дальше буду вас уже, понимаете, раскрывать. — Вот здесь все чистые, белые, пушистые. Вот у меня, к сожалению, нет таких оснований не допускать, что здесь это возможно. Более того, ведь когда происходят такие вещи, да, все надо тратить быстро. Ну, это форс-мажор. — Да. — В спешке на самом деле. А это такая благоприятная среда и для злоупотреблений. И если эти язвы есть, коррупция, это есть. Ну, почему здесь-то не найдутся люди, которые, в общем, будут небезгрешными? Поэтому не будем идеалистами. Конечно, возможно. Ну, а что будет на самом деле? Здесь мы не следственные органы. Вот мы бы об этом могли говорить, когда бы эта проблема была решена, все, забыто. — Сейчас рано. — Конечно, ни в одной стране мира не решена. Нам бы хотя бы минимизировать ее. Поэтому возможно. И, к сожалению, собственно говоря, то, что происходило, мы знаем, в общем, какие-то злоупотребления всегда находятся. Потом какие-то процессы идут. Увы, на чужом горе кто-то и наживается. Так было. — Виктор Викторовна, а вообще система учета какая-то существует при ликвидации последствий? То есть кто-то следит за этим, за всем? За материальными всеми вещами, которые поступают на Дальний Восток? — Вы имеете в виду централизованное? — Конечно, да. — Ну, я думаю, что, вы знаете, здесь ведь есть, так скажем, то, что там непосредственно по линии государства. Есть там, что через фонды. Вот, допустим, очень активно там Красный Крест подключился к этому. Есть то, что там по линии общественных организаций есть как бы сами граждане. Поэтому мне кажется, самая такая, наверное, оптимальная и верная система учета — это на уровне самого субъекта. Когда руководство, оно, во-первых, первое, знает весь этот ущерб, кто пострадал, сколько пострадал, в каких ситуациях, что там требуется. И, соответственно, они же организуют систему помощи. Кто там в чем нуждается? Кто там в финансовом? Кто в материальной? Кто там в медицинской? Кто-то в чем? И, соответственно, я думаю, что более точные данные это могут быть и должны быть так, чтобы помощь дошла до каждого человека. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Да, очень важно. Это, естественно, конечно, на уровне субъекта. Можно и нужно. Куда обращаться людям, которые сейчас слушают нас и хотели бы помочь? Значит, я что хочу сказать? Вот для того, чтобы все вот эти данные есть, ну, допустим, может быть, облегчить поиск информации на сайте Общероссийского народного фронта указаны все координаты, куда, к кому можно обратиться для того, чтобы лично поучаствовать и помочь либо там в материальном плане, либо в финансовом плане. То есть все координаты есть, можно зайти на сайт, все это посмотреть. Игорь Алексеевич, ну, мы с вами затронули так вкратце о социальных последствиях, да, этого наводнения, этой катастрофы, которая происходит сейчас на Дальнем Востоке. А какие они, вот можно ли спрогнозировать, да, уровень безработицы, да, ну, я имею в виду занятости, прежде всего. Не знаю там, уровень жизни. Ведь если посмотреть на те доклады, которые делали американцы после Катрины, уровень жизни упал катастрофически. Безработица выросла там чуть ли не в два раза. Доходы тоже. Страховые компании банкротились. Банковская система была на грани краха. То есть вот это что-то ждет нас там, на Дальнем Востоке? Или все будет сглажено? Не та инфраструктура, не тот уровень жизни, чтобы так сильно падать? Ну, то есть вы хотите сказать, что уровень жизни и так не настолько высокий, чтобы еще куда-то ниже плинтуса не упадешь, да? Да есть куда падать-то. Уровень жизни действительно невысокий. А мы в целом небогатая страна, к сожалению. Эти регионы, ну, они, конечно, разные, но тоже не самые богатые. Уж точно к самым развитым не относятся. У нас, к сожалению, вот с этой точки зрения никто не пытался спрогнозировать. Вот все, по-моему, существует такое представление, действительно. Но вот материальная помощь, необходимые средства, столько найдем еще. И вроде как все прекращается. Да нет, конечно. Вот именно когда гигантские такие масштабы бедствия, то происходит именно то, о чем вы говорили. Когда, ну, просто бизнес. Это, кстати, в Крымске тоже, вот показывали спустя, там, несколько месяцев, год, по-моему, мне запомнились эти картинки, там, с малым предпринимателем, по-моему, там, автомастерская или что-то было. У людей бизнес, естественно, ну, прекращал существование, там, издержки, все и все. Мы вот с этой точки зрения даже не прогнозировали. На самом деле, так как это охватывает несколько регионов, то неплохо бы федеральному центру посмотреть. Потому что, ну, регионы, конечно, будут что-то пытаться оценить. Но, боюсь, у них и сил может не хватить. 65, 10, 99, 6, код города 495. К сожалению, мы прощаемся с Ольгой Севастяной. И надо уходить на мыло. Итак, с каждым годом экономический ущерб от капризов природы растет. Об этом мы сегодня как раз-таки и говорим. Ну, а тему мы затронули только по одной простой причине. Потери от наводнения на Дальнем Востоке по разным оценкам уже достигают почти 30 миллиардов рублей. К сожалению, Ольга Севастянова, члена центрального штаба ОНФ, покинула нашу студию, потому что у нее дела. Мы продолжаем разговор с Игорем Николаевым. У которого дела нету, что ли, получилось? Есть самое главное дело. Вы пришли к нам объяснить. Спасибо, Александр. Вы очень занятой человек, но, тем не менее, уделили нам столько времени. Я ценю, ценю, кланяюсь. Но, тем не менее, мы хотели бы попытаться все-таки понять еще долгосрочные перспективы, которые ждут Дальний Восток после вот этой катастрофы. Потому что, ну, вы уже стали объяснять, но мысли до конца не закончили. Если вот буквально несколько минут, потому что дальше мы будем включаться с Хабаровском. На мой взгляд, прогнозировать такие вещи надо с учетом того, что действительно, вот сейчас ясно, там единовременная материальная помощь раз в 10 тысяч, вот это все можно скалькулировать. Если вы посмотрите, допустим, распоряжение правительства, ну, вот от 15 августа было, там все расписано вот по таким строчкам. Но это сейчас, вот сейчас, конечно, самое-самое. А потом? А потом. Потому что, и потом надо прогнозировать еще, об этом мы тоже частично говорили, с точки зрения того, а насколько потом сможем вот такие вот деньги выделять, большие средства. Я еще одну цифру назову, она еще больше оттенит масштаб бедствия. Вот у нас по федеральному бюджету все расходы на охрану природы, они сейчас меньше 30 миллиардов рублей. Представляете себе? В масштабах страны на год на охрану окружающей среды выделяется, по-моему, в этом году 24 миллиарда рублей, в следующем году 30. Вот. И здесь. То есть огромнейшие средства. Я Вильфан хотел спросить, сколько все-таки денег, какой у них бюджет, искал, не нашел. Но я думаю, что тоже не очень большой. Не спросили. Да. Дальше. Вот будет ли такое финансирование? Потому что сложности в региональных бюджетах большие. Но это отдельная тема, почему там нарастают эти сложности у федерального бюджета. То есть там уже такого финансирования, на что вам надо, пожалуйста, а вам на что еще столько же дадим, не будет. Это наш уже прогноз. Будет финансирование, но это будет не то, что сколько хотите, столько и дадим. А это значит, что восстановление будет достаточно медленное, к сожалению. И болезненное, скорее всего. Да. У нас сейчас на связи председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровска Антон Демин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, что сейчас происходит вот в регионе, где происходит поводок? И прежде всего, как экономика вот региона страдает от всего? Можете хотя бы в двух словах описать, что сейчас мы получаем? Ну, точно сказать, как страдает экономика, сложно пока, потому что восстановительные работы основные будут уже потом, когда вода схлынет. Пока очень большой подъем энтузиазма у жителей, в смысле волонтерского движения, вот, объединила достаточно сильно эта проблема. Вот, лично для меня это было большим откровением, потому что, ну, движение действительно очень большое. И сбор средств предпринимателей, и активное участие жителей в укрепительных работах. Вот, ну, и была одно время некоторая паника даже, я бы сказал. Паника была, в связи с чем? В связи с чем паника? Ну, потому что, вроде как, всерьез никто не относился к этому. Ну, поднимается и поднимается. Ходили на набережную смотреть, что необычно высокое. А когда уже начали защитные сооружения делать, и районы стали подтапливаться многие, уже люди стали думать, что может очень серьезные последствия это иметь, вплоть до, там, отключения воды, горячей, холодной во всем городе, электроэнергии, ну, и полного паралича. Но этого не случилось, слава богу. Ну, а предприниматели что говорят о ситуации, которая складывается? Как это отразится на их бизнесе? Или они вообще об этом сейчас не думают? Не думают о том, что будет завтра? Вы знаете, они думают о том, что будет завтра, в том плане, что каким будет уровень воды, насколько серьезные будут потери. А вот об экономике, знаете, пока ничего такого не слышал. Ну, наверняка будет и безработица. Да я бы не сказал, почему. Ну, во-первых, ожидается, что будет какая-то поддержка из федерального бюджета, которая компенсирует отчасти эти потери. Тут еще, видите, что накладывает свой отпечаток. У нас выборы губернатора и мэра города осенью будут. Поэтому очень, наверное, и поэтому тоже очень ответственно подходят власти. Да, Игорь Алексеевич, я вас хотел спросить. Антон, у меня такой вопрос. Скажите, а вот ваше наблюдение, действительно, бизнес, он как-то уже реагирует, я имею в виду, с точки зрения, ну, кто-то решил, ну, пока там закрыть магазин, неизвестно, что будет, приостановить деятельность. Вот это уже отражается так непосредственно? Или все функционирует, как и функционировало, несмотря на вот эти огромные сложности и трудности? В таком плане урона нет. То есть непосредственно пострадавшие предприниматели, это у которых магазин затопило там или точку, вот на набережной очень много было развлекательных заведений, они, естественно, сейчас не работают. А в целом городская экономика в этом плане, как мне кажется, не ощутила серьезного урона. Потому что все плановые мероприятия, которые там и госорганы, и муниципальные, и общественные организации планировали, они все идут. — Антон, в этой связи, вот вы несколько оптимистично так оцениваете ситуацию. Не кажется ли вам, что Москва, ну вот мы в частности, драматизируем ситуацию излишне? — Еще раз я не расслышал, извините. — Я говорю, мы драматизируем ситуацию, глядя на то, что происходит на Тельном Востоке со стороны? Или нет? Вот у меня такое впечатление, что вы более оптимистично смотрите, чем мы, мы из Москвы. У меня такое впечатление, что у вас просто катастрофа, да? А вы говорите совершенно там другие вещи. Ну там пострадал кто-то там на набережной. Все в принципе нормально. Может быть, не надо 30 миллиардов помощи? Все это фикция может быть на самом деле? — Нет, 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 абсолютно не фикция. Я, наверное, может быть, немножко смягчил краски. Действительно ситуация серьезная. Да, проблемы есть, они серьезные. Ну, говорю элементарно, у нас... Просто мы к этому уже привыкли. Уже привыкли. То, что залило часть города, ну, это немыслимо было раньше, а сейчас уже к этому привыкли. — Понятно. Вот. — Ясно. Спасибо, Антон. Спасибо, что вышли на связь с нами. Это был Антон Демин, председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровска. Мы, по крайней мере, получили картину теперь, непосредственно с места действий. — Из-за ряд оптимизма мы получили. — Да, из-за ряд оптимизма. Но, тем не менее, как... Можно ли вообще вот в этой ситуации назвать виновника этого торжества? Да? На кого переложить ответственность? Кто виноват, что ситуация так вот происходит, да, на самом деле? Произошло это наводнение, люди пострадали. Кто-то будет нести ответственность за это все? — Нет-нет, но тут же это тот самый... Это же нерукотворное во многом, да? — Ну, как нерукотворное? — Ну, ну как? Вот дожди шли, и другие причины были. Долгые, упорные, и такие, что... Вон, на семь с половиной метров, на восемь метров в Хабаровске, да? — Но могли бы, по большому счету, и дамбы построить, и подготовиться, и гидросооружения сделать. Ведь, насколько я знаю, вот Русгидра предлагает увеличить количество гидропостов в бассейне Амура. Почему раньше этого не могли сделать? Почему сейчас? — Александр, а с точки зрения, все ли было сделано, с точки зрения минимизации последствий, вот, естественно, не все. Естественно, не все. И за вот это... — А я сначала подумал, вот, за то, что у нас это произошло, кто несет? Ну, не Господу же Богу. Ну, не в суете, конечно, не в сую. Ну, да. — Ну, обращаться. — Но, тем не менее, кто-то как-то должен теперь принимать какие-то определенные решения для того, чтобы в дальнейшем наводнение, которое повторяется из года в год в этом регионе... — Да, и похоже, что будут повторяться. И вот здесь вот масса нелицеприятных, неприятных просто выводов должны быть сделаны. Ну, например, действительно, ведь мы понимаем, что ущерб мог бы быть меньше, если бы инфраструктура была бы готова, и она была бы готова к таковым масштабам, если бы дороги не размывались, да, при сильном паводке, но у нас, когда федеральные трассы на несколько дней вообще выключаются, ну, так, может быть, сделать дорогу или дороги значительно лучше, надежнее, чем потом тратить многие миллиарды рублей для того, чтобы восстанавливать. Об этом столько лет говорим, об инфраструктурной обеспеченности. В отношении Дальнего Востока это еще более актуально, потому что, в общем, край-то такой, где такие серьезные природные явления происходят. Так вот, на мой взгляд, первый вывод, я уж не знаю, дойдет ли тут дело до какой-то ответственности кого-либо, но хотя бы правильный вывод, ну, давайте нормальную делать инфраструктуру, вот эту гидротехническую, автотранспортную, энергетическую. Это все стоит денег немалых. Да. А готовы мы к таким затратам сейчас, в этой ситуации, о которой вы говорили, экономической, которая в стране сложилась? Вот, надо было, и мы были готовы несколько лет назад, а вот сейчас вот, несмотря, даже если такие выводы будут сделаны, я боюсь, что не будут опять тратить эти деньги, потому что найдутся другие неотложные выводы. Это значит, что еще какое-то время, может быть, до новых стихийных бедствий, оно пройдет и только потом. Когда-нибудь мы до этого дойдем, естественно. Да, что вот скупой платит дважды. Но пока, я думаю, нет, пока еще не тот случай, когда... Порядок цифр можете назвать для того, чтобы привести в порядок инфраструктуры Дальнего Востока? Какой порядок цифр приблизительно может быть? О чем мы говорим вообще? Триллионы и время, и, конечно же, время еще. Инфраструктура такое дело, здесь денег мало не бывает. Не бывает, да. Да, это триллионы. И эти триллионы, на самом деле, если посмотреть, сытые 2000-е нефтяные годы у нас были, практически что-то еще и там осталось, но мы, к сожалению, распоряжались ими недолжным образом. Поэтому, да, как минимум, многие сотни миллиардов. Зато это будет инфраструктура, которая будет выдерживать все. И в конечном итоге мы выиграем, экономически выиграем от этого. Спасибо вам большое. Это был директор Института стратегического анализа ГФБК Игорь Николаев. Мы говорили сегодня о ситуации, которая сложилась на Дальнем Востоке, да и не только. Это была программа Продок. До свидания. До свидания.